Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сегодня мы вам расскажем о шведском автомобиле, который пользуется не меньшей популярностью, чем «Сарай» от BMW и Audi. Итак, встречаем Volvo V90 Cross Country. В 2016 году компания Volvo возродила 90-ую серию. Вообще, последний седан S90 и Universal V90 были выпущены в 1998 году. Формально их наследником стал здоровенный кроссовер XC90, который было легче продавать, чем топовый седан и универсалы. С появлением V90 исчезли универсалы V70 и XC70. Седан S90 заменил S80, хотя новые 90-ые модели, появившиеся в 2016 году, тоже можно считать их преемниками. Вообще, все крупные модели Volvo, начиная с S60 и V60, построены на модульной масштабируемой платформе SPA. То есть, двигатели, трансмиссии, подвески и болячки у них практически одинаковые. Большой плюс, что эта платформа за 8 лет успела проявить себя и была хорошо изучена профильными специалистами. Глобально у этих автомобилей все хорошо. Сейчас мы подробно об этом расскажем. А перед нашим рассказом скажем, что вот эта красавица на данный момент продается. Ссылочка по ней будет в описании к этому видео. За 7-8 лет кузовнометал хорошо себя проявил. Краска не скалывается, ржавчина не появляется, фары и противотуманки не сильно царапаются, также не трескаются и не потеют. С этим у Volvo все хорошо. Единственное, что некоторые владельцы замечали слишком раннее появление царапин на лобовом стекле. Иногда барахлят сервоприводы открытия задней двери багажа. В салоне у современных Volvo все хорошо. Добро пожаловать! Отделка не вызывает жалоб и нареканий. Ничего не скрипит, и после 200 тысяч километров пробега опциональная панорамная крыша не заклинивает, но ее дренажи нужно держать в чистоте. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и CarPlay по проводу и лишь на половину экрана. Но это лучше, чем ничего. Иногда у этих машин отказывают кнопки на спицах рулевого колеса. Чаще всего на правой спице. Блоки кнопок нередко меняли по гарантии. Новые кнопки практически невозможно купить. Если необходимо их поменять, то на авторазборках можно купить оригинальный руль без подушки безопасности и просто переставить кнопки оттуда. Обязательно обращайтесь в «Автостронг», если есть такая проблема. Иногда виртуальная панель, а именно дисплей, который находится под козырьком, начинает ни с того ни с сего сбоить, а именно показывает нечеткую информацию в виде полос либо пикселей, а потом и вовсе тухнет, то есть не включается. Причины пока не ясны, но в основном это касается машин, которые были выпущены в карантинные, ну то есть ковидные годы. В этом случае вот этот дисплей придется поискать на разборках. Стоит он примерно пару сотен, но вы знаете, к кому обращаться, если у вас будет такая проблема. Зимой эти шведские автомобили страдают от намокания проводки и блока управления. Дело в том, что блок управления находится под водительским сидением. Вода попадает с обуви на коврик, налипший снег стекает по педали тормоза и попадает на ковролин, тем самым затопляя блок управления. И зимой немало шведских машин приезжают на СТО по причине затопления блока управления. Очень странно, но шведские инженеры не предусмотрели эту проблему. Так вот, из-за залития блока управления двигатель невозможно заглушить, и при этом на приборной панели горит вся гирлянда. Ну, Новый год же. У Volvo V90 несколько вариантов мощности, но все они оснащены одним и тем же битурбодизелем. Этот двигатель действительно очень хорош и надежен. И у нас на канале скоро появится полный разбор и обзор этого агрегата в декабре 2023 года. Поэтому те, кто не подписан, обязательно подпишитесь. Этот двигатель, как я сказал, надежен, но к 200 тысячам километров неизбежно начнет течь маслом. С одной стороны, ничего криминального, но с другой стороны, замена прокладки клапанной крышки повлечет с собой замену всего того, что нужно снять для доступа к ней. Те же топливопроводы к форсункам желательно заменить на новые. В общем, почему не любят этот мотор, так это потому, что он начинает обливаться маслом, в первую очередь из-под клапанной крышки. Также уделяйте внимание области с водительской стороны под вакуумным насосом, расположенная там трубка EGR лопается и пропускает выхлопные газы наружу. Их запах попадает в салон. Выхлопные газы могут появиться под капотом из-за прогорания прокладки выпускного коллектора. Также есть штуцер пароотводящей трубки, который иногда отламывается и вызывает утечку антифриза. Ниже в этой области на машинах с мотором D5 может обнаружиться оборванный шланг системы PowerPulse. Через него вбрасывается в воздух выпускной коллектор перед турбинами, чтобы раскрутить их. Патрубки до и после интеркулера традиционно потеют маслом по манжетам и могут начать пропускать воздух. Воздух также при больших пробегах, а эти дизели могут пробежать без особых проблем более 400 тысяч километров, может треснуть шов впускного коллектора. В целом все с этими моторами хорошо, но если обнаружите при покупке автомобиля течь масла, то есть ручьи масла вплоть до поддона, то это хороший повод для торга и сигнал к тому, что двигатель надо хорошенько обслужить. Ну и последнее. Интервал замены ремня ГРЭМ надо сократить до 100 тысяч километров, потому что даже оригинальный ремень при положенных для тяжелых условий эксплуатации 120 тысяч километров выглядит жутко. Бензиновый двигатель у Volvo V90 тоже формально один. Это турбо-четверка, которая унифицирована с дизельным собратом. У нее практически такой же легкосплавный блок с чугунными гильзами, открытой рубашкой охлаждения, в приводе ГРЭМ тоже ремень, и этот ремень надо тоже менять до 100 тысяч километров. У бензиновых турбо-четверок помпа системы охлаждения электрическая и оригинальная стоит 900 долларов. Ну, это если вам удастся ее найти. Аналог примерно 300 долларов. А почему мы о ней вспомнили? А потому что ее замены приходились уже на 100 тысяч километров пробега. Также раз 100 тысяч километров придется заменить за свистевший клапан системы вентиляции картера, который находится в маслоуловителе. Маслоуловитель в этом моторе находится на клапанной крышке. Так вот, оригинальный маслоуловитель стоит 280 долларов. Но так как проблема частая, то есть предложения от неоригинальных производителей. То есть маслоуловитель от 80 долларов, даже есть ремкомплект клапана от 15 до примерно 30. А еще как на дизеле случаются прогорания прокладки выпускного коллектора. Едкий запах газа проникает в салон. В общем, бензиновые турбо-четверки редко потеют маслом по клапанной крышке. И вообще на фоне дизельных собратьев выглядят сухо при одинаковых проблемах. Но это не касается патрубков впускного тракта. Их уплотнения придется менять раз в 80-100 тысяч километров. А версии Т6 и Т8 помимо турбины оснащены еще приводным нагнетателем. С ним тоже проблем нет. И самое главное, что вот эти все рядные бензиновые турбо-четверки к моменту установки на Volvo V90 избавились от масложора, который возникал при пробеге в 90 тысяч километров. И в поршнях не откалывались перегородки под маслосъемными кольцами. Грубо говоря, в 2016 году был произведен технический рестайлинг моторов Drive-e, который избавил их, то есть эти моторы, от самых больших недостатков. Автоматические трансмиссии Volvo от компании Aisin. Агрегат TG81SC восьмиступенчатый. Это очень надежная и выносливая трансмиссия. Если менять в ней частично масло каждые 50 тысяч километров, то она пройдет более 400 тысяч. На частичную замену надо 4 литра масла. Оригинальное масло стоит примерно 30 долларов, но можно использовать любое неоригинальное с допуском Toyota WS. Ну и напоминаем, что в данный момент вот эта красавица продается. Ссылочка по ней есть в описании к этому ролику. Также напоминаем, что помимо отличных БУ запчастей, в «АвтоСтронг» есть абсолютно новые запчасти и технические жидкости. Так что не только по БУ запчастям в «АвтоСтронг», а и по всему остальному. Также у нас еще есть «МотоСтронг» подразделение. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами и с полным пакетом документов. Нужен хороший байк обязательно в «АвтоСтронг». Ссылочка тоже в описании. Ну что, мы на «АвтоСтронг» и продолжаем. Для начала снимем вот эту накладку и покажем, что находится под ней. У этих машин еще в гарантийный период наблюдалась проблема утечки фреона из шлангов. После этого компрессор начинал шуметь, а потом заклинивал. Все это меняли по гарантии. Но и в постгарантийных машинах надо за шлангами следить. Внимание нужно уделять в том месте, где к шлангам подсоединены трубки. Вот это место с завальцовкой находится сразу после генератора. Обычно герметичность теряет именно шланг низкого давления. Он стоит 100 долларов. В общем, здесь все должно быть сухо. Генератор само собой оснащен обгонной муфтой. Так вот, эту муфту тоже меняли в гарантийный период при пробеге примерно в 60-80 тысяч километров. Так вот, при износе эта муфта немножечко запотевает маслом. Ее лучше поменять превентивно, пока она не заклинила. Новая муфта оригинальная стоит 230 долларов. Единственный аналог – 30. Слева под капотом установлена малая 12-вольтовая батарея. Она предназначена для того, чтобы питать бортовую электронику и электроусилитель руля, когда двигатель заглушен. Если в момент остановки двигателя этой системы появится сообщение о том, что электроусилитель руля временно недоступен, то надо проверять состояние этой малой батареи. Часто она еще сохраняет приличную емкость, но ее клеммы очень окислены, что нарушает контакт с наконечниками. Можно просто очистить клеммы и наконечники проводов. Скорее всего, сама батарея прослужит еще несколько лет. Если Volvo V90 оснащена полным приводом, как в нашем случае, то заднюю ось приводит муфта Haldex 5-го поколения. Так вот, эту муфту надо обслуживать, менять в ней масло каждые 40 тысяч километров, а также снимать насос и чистить нос маслозаборника. Если этого не сделать, то электромотор насоса может выйти из строя. Благо, все запчасти для ремонта есть в наличии. При замене масла в муфте стоит оценить люфты углового редуктора. Дело в том, что угловой редуктор, а именно подшипник его вала, инженеры Volvo так и не вылечили. Он изнашивается, и это приводит к гулу и щелчкам. Чтобы подшипник прожил дольше, надо в угловом редукторе менять масло, сливать через боковую пробку, то есть выкачивать и заливать новое. Обзор деталей подвески начнем сзади. Здесь все просто. Оригинальные детали, даже стойки стабилизаторов выхаживают по 250 тысяч километров. Хотим заметить, что левая и правая стойки – они разные. Оригинал стоит 150 долларов, заменители от 15 до 40. Обратите внимание, что сзади нет никаких витых пружин. Вместо этого инженеры компании Volvo использовали поперечную композитную рессору. С этой деталью вообще нет никаких проблем. Она служит вечно. Обратим внимание, что колодки задних тормозных механизмов на Volvo V90 довольно быстро изнашиваются при активном использовании адаптивного круиз-контроля. Новые оригинальные задние колодки стоят 120 долларов, а заменители в два-три раза дешевле. В передней подвеске платформы SPA по два поперечных рычага на каждое колесо. Здесь две шаровые. Нижняя меняется отдельно. Стоит от 45 до 150 долларов за оригинал. Верхняя шаровая опора идет только в сборе с рычагом, который стоит от 80 до 220 долларов. Зато сайлентблоки верхнего рычага предлагаются неоригинальными поставщиками. Они стоят до 40 долларов за штуку. Самое главное, что эта подвеска в оригинале ходит 200 тысяч километров. Лишь на XC 92-го поколения шаровые опоры приходилось менять при пробеге в 150 тысяч километров. В нижнем рычаге три сайлентблока. Каждый можно купить по отдельности по неоригиналу. Вот этот сайлентблок амортизационной стойки стоит от 10 до 40 долларов. Самый нагруженный задний – от 90 до 180 долларов. Передний сайлентблок стоит от 10 до 90 долларов. Также Volvo V90 оснащалась опциональной пневмоподвеской. Пока с ней никаких проблем нет. И кстати, за новыми запчастями, за сайлентблоками, за расходниками и за маслом не забывайте, что надо именно в «АвтоСтрон». И напоминаем, что вот эта красотка на данный момент продается. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Ну что, и то же. Автомобили Volvo V90 и внедорожная версия Cross Country частенько пригоняются из Европы. Они там, кстати, популярнее, чем XC90. По сравнению со своими конкурентами BMW и Mercedes-Audi эти машины дешевеют быстрее. Но это чисто имиджевое обесценивание, потому что эти машины надежные и не доставляют особых хлопот своим владельцам. Да, выбор аналогов запчастей меньше. Да, надо обслуживать на хорошем сервисе и чтобы эту машину обслуживали те люди, которые действительно умеют иметь с ней дело. Ну, а если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Также поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».